Петербург Мы проводим ежегодно этот митинг, потому что этот день святой для Петербурга. Он святой, потому что ту трагедию, которую пережил Петербург, она, на мой взгляд, она неповторима. Вот она не имеет аналогов человеческой истории, потому что миллионный город закрыть и лишить питания, лишить снабжения, лишить тепла. А это страшная трагедия, которая была, скажем, возможна только для тех, для которых жители этого города – это не люди. Вот и я каждый раз вспоминаю, что это вот такое изменение психики и психологии у людей. Нам казалось, что это невозможно, а сейчас видим, что это всё повторяется. Вспоминая блокаду, вспоминая этот день, мы действительно понимаем, что тогда была бешеная борьба, схватка смертельная с этим врагом. И я не знаю, так где-то на небесах было написано, что в этот же день, да, только за год до этого освенцим освободили наших войска. Понимаете? Поэтому 27 января – святой день для всего мира, а для Петербурга он двойной. Я хочу, чтобы мы всегда об этом помнили. Я хочу, чтобы мы вспоминали об этом и напоминали всем вокруг. Поэтому, если рядом с вами где-то есть ветераны, причём ветераны и той войны, и этой, вот понимайте, что они все жертвуют собой за нас. 26 января, то есть в этот день, 80 лет тому назад, был последний бой за взятие города Гатчины. Овладение этим городом и ознаменовало полное снятие блокады. В бою за этот, в последнем бою за этот город погиб мой отец. В 1942 году, при попытке прорвать блокаду, погибли два его родных брата. Поэтому 26 и 27 января для меня, для нашей семьи – это святой день. 70 лет назад, в 1954 году прошлого века, я поступил в наш первый медицинский институт. И с тех пор, за редким исключением, ну вот был корид, но всегда в этот день прихожу сюда. Вспоминаю первые 50-е годы, когда собирались. Пожалуй, здесь было больше народа даже, чем сегодня. Во-первых, спасибо, что вы пришли. Да, это были женщины, мужчины в гражданском одежде и лифт в военной форме. Но у всех были ордена или медали, а еще нашивки о ранениях. Их было очень много. Но год от года становилось все меньше и меньше. И сейчас я уже не так хорошо вижу, если не сказать, что плохо. Но я уже не вижу здесь. Может, я ошибаюсь. Если есть кто-то, я не вижу, низкий вам поклон. Потому что для меня присутствие этот день был день благодарения. Благодарение тем, кто спас мою жизнь, спас наш город. Дорогие друзья, спасибо, что пригласили меня на этот митинг, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ленинградский день победы – это священный и дорогой день для всех жителей нашего города. Спасибо вам за память о трудных и жестоких днях фашистской блокады нашего города. Ленинградский день победы – это звучит гордо. Этим надо гордиться, но помнить всегда. Я желаю вам всем, чтобы никогда не испытать тех тягостных, трудных, тяжелых переживаний, которые испытали наши люди. Всем желаю мира, добра, здоровья, благополучия. И слова поэтессы Ольги Бергольц – сестра, товарищ, друг и брат. Мы все крещённые блокадой. Нас вместе называли Ленинград. И шар земной гордится Ленинградом. Спасибо всем. Спасибо. Дорогие друзья, мы объявляемся минуты молчания. Ленинград. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует...